Столицу Чувашии назвали обладателя титула «Учитель года-2019». На победу в конкурсе претендовали 27 педагогов. Урок, мастер-класс, классный час, методический семинар. Победители муниципального этапа несколько дней соревновались между собой. Для пяти учителей, набравших наибольшее количество баллов, прошел еще один конкурс «Открытая дискуссия». Именно он, по мнению участников, и оказался самым сложным. «Учитель года» – конкурс, который проводится уже почти 30 лет, и с каждым годом растет количество желающих принять в нем участие. Касаясь по темам создания условий для обучения и воспитания детей, многое с вами мы сделали. Государственная политика президента России Владимир Владимирович Путин направлена на то, чтобы еще максимально направлять бюджетные средства и создавать еще наиболее благоприятные условия. Ольга Физер работает в урнарской школе. Она уже 10 лет преподает английский язык. И в конкурсе участвует второй раз. Четыре года назад Ольга попала в число лауреатов. Тогда же пообещала себе стать первой. И в этом году ей это удалось. Я не включала очень много интерактива в урок и постаралась сделать так, чтобы детям было интересно со мной. Со мной, учителем. Вместе мы взаимодействовали, мы вместе искали ответы на вопросы. Вместе мы ставили цели и достигали их на уроке. Мне показалось это для конкурса и для детей в первую очередь важнее. В итоге Ольга не прогадала. И теперь носит звание «Учитель года Чувашии-2019». На торжественном мероприятии наградили и участников конкурса «Воспитатель года» «Самый классный классный», «Социальный педагог года», «Педагог-психолог года», «Педагогический дебют». Волчкова Татьяна Владиславовна, воспитатель детского сада номер 128, Василек, города Чебоксары. И Швецова Татьяна Витальевна, педагог-психолог детского сада номер 18, Алёнушка, города Чебоксары. Главной наградой «Лучшим педагогом» стала премия главы Чувашской республики в размере 150 тысяч рублей «Учителю года», 100 тысяч рублей «Воспитателю года» и по 50 тысяч рублей победителям конкурсов «Самый классный классный социальный педагог года», «Психолог года». Теперь лучшие в своих номинациях будут представлять Чувашию на российском уровне. Я приложу максимум усилий, чтобы достойно представить нашу прекрасную Чувашскую республику на конкурсе «Учитель года России» осенью этого года. Спасибо! Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.